Доброго времени суток 7. В эфире современный разговор с президентом аналитического центра Consultation of International Policy and Economy Фекретом Шабановым. Здравствуйте, Фекрет Майалем, рад вас видеть сегодня. Здравствуйте, дорогой Расим, рад вас видеть, приветствую вас и ваших зрителей. Фекрет Майалем, я думаю, что для зрителей должно быть ожидаемо тот вопрос, который я буду задавать сегодня весь мир, все внимание привлечено к тому, что происходит на Ближнем Востоке, но я хотел бы немножко в другом ракурсе задать вопрос. Во-первых, почему именно сейчас, во-вторых, очень много говорится о Большом Ближнем Востоке проекте, о том, что мир будет переустраиваться, границы будут меняться и так далее. И начиная вот эту акцию террористическую против Израиля, Хамас надеялся на то, что его поддержат Хизболлали или еще кто-то другой, когда вот это вот затеял. Потому что сейчас мы видим по сообщениям из той и другой страны, что уже как бы ведется антитеррористическая, по сути, война, ответка Израиля на нападение с территории сектора газа. И как вы думаете, как долго это может продлиться в зависимости от того, что кто-то подключится извне? Это противостояние пока что двух сторон. Спасибо за вопрос. Он у вас такой большой и, знаете, многогранный. Давайте, так скажем, пойдем по этапу, по частям. Первое. Почему сейчас? Дело в том, что первая часть, так скажем, проекта переформатирования мира, а это перераспределение интересов в Европе, он уже состоялся. И поэтому сейчас нужно заморозить войну в Украине. Поэтому Украина становится абузой, поэтому Украине меньше дают денег, меньше выделяют финансовых ресурсов, снаряжение, ее международно-дипломатическая поддержка. Мы видим по последним визитам президента Украины и в Румынию, значит, и в Рамштайн, где больше его прямого подключения или даже выступления в парламенте ему в этом праве отказывают. И мы сейчас с вами пришли к главному концептуальному моменту, что раздел интересов в Европе состоялся. И он был закреплен, значит, трехдневным визитом короля Великобритании Карла III во Францию, а это был отложенный визит, он планировался раньше, но, видать, европейские монархи не были готовы к этому разделу, поэтому война в Украине продолжалась. И как только определенного консенсуса достигли путем переговоров, состоялся визит короля, и было принято несколько концептуальных решений по перераспределению интересов в Европе. Одним из ключевых, которые являются, это расширение Европы до 30-го года, прием, то есть большого количества европейских государств, Европейский союз, перераспределение финансовых интересов и, конечно, геополитических интересов, и в том числе предложение Великобритании заключить новый союз Антанты с Францией, который был у них в 1904 году, по итогам которого Франция освобождала часть Африки для Великобритании. И сейчас мы видим по итогам этого договоренности, как, так скажем, щеки надувавшая Франция, миленько оставила Нигер, Мали, выводит свои войска и свое дипломатическое представительство. То есть первый элемент или знак этого мы получили, теперь нужно всем предлагать усилия к замораживанию конфликта в Украине, не к миру, а замораживанию, так скажем, конфликта. Так как эти процессы к этому идут, а здесь оказывается давление и на украинское правительство, потому что оно сейчас вообще везде мир соглашения всегда достигается за счет слабого. Поэтому в данной игре или в данной геополитической комбинации Украина слабая или она является предметом управления, перераспределения интересов в Европе. Когда дошли до этого состояния, теперь остались технические детали, когда и как посадить их за стол или в какой форме, то нужно начинать так называемый ближневосточный кейс. Это проект Большой Восток. Но мы после той войны, которая сейчас начинается на Ближнем Востоке, мы параллельно скоро увидим визиты президента США в Центральную Азию, а это в Узбекистане, в Казахстан. Его вторая часть или одна из составных частей проекта Большая Центральная Азия или Большой Афгалистан тоже потихоньку начинает перераспределение политических, геополитических интересов. Или мы увидим, предположительно, это Казахстан, определенные процессы, возможно, даже гражданская война или вступление в Казахстане, так скажем, голову будут поднимать исламистские силы. Теперь последнее о том, что значит террористический акт против Израиля. И мы должны с вами понять, какие же силы в этом пассиансе играют. Дело в том, что вообще история организации Хамас, она была создана американцами в 60-х годах, когда на Востоке полыхал, так скажем, арабо-израильский конфликт, была создана автономная, автономия Палестины. И для того, чтобы воевать против арабского национализма в палестинском вопросе, то есть египетского, саудовского или, значит, ярданского, им нужно было подконтрольное, состоящее из арабов, организация, которая не даст возможности этим арабским государствам объединиться в палестинском вопросе против тандема США-Израиль. Поэтому американцами была создана организация Хамас. Сейчас, на данный момент, эту организацию, назовем более простым языком, чтобы людям было понятно, перекупили частные военные корпорации глобального характера, а не наднациональные, и в том числе наднациональные по отношению к США. Организация и планировка нападения на Израиль, она имеет свою предысторию тлеющего угля взаимного уничтожения. Что у Израиля очень много вопросов к палестинской автономии, у палестинцев очень много вопросов к Израилю, но дело в том, что мы с вами увидели два ключевых фактора. Когда лидеры Палестины и Израиля решили договориться о мире, они оба были убиты. Один отравлен, а другого убил религиозный фанатик. Я говорю об Исхаке Рабине. В дальнейшем мы видим, что Израиль при поддержке США, она не выполняет или не садится за стол выполнять соглашение Организации Объединенных Наций о создании двух государств на этой территории, это Палестина и Израиля, и естественно создание свободной от всех организационных структур, свободного города Иерусалим. К сожалению, это не исполняется. Не исполняется, потому что Америка противодействует через Израиль, это исполнять. Она проецировала так называемые конфликты или управляемый конфликт, региональный конфликт, через который она все время здесь присутствовала и оказывала давление и влияние как на Палестину, так и на Израиль. Вторая часть вопроса в том, что в палестинском движении Организация Освобождения Палестины это организации, которые поддерживались и Европой, и арабскими странами. Но Хамас, он в принципе был инструментом задавливания или инструментом манипулирования, который не давал объединиться арабским государствам против Израиля, то есть выстраивание единого фронта. Таким образом, создание управляемого хаоса Америка регулировало Израиль и регулировало Хамас. Европа совместно, то есть Ватикан совместно с арабскими государствами оказывали львовиную долю экономической помощи Организации Освобождения Палестины или сектора Газа, манипулировала с другой стороны. Таким образом, мы здесь видим столкновение двух интересов, европейского, ватикановского, с союзи арабами, и англосаксонского, это союзи с евреями или с государствами прокси. Когда было создано ИГИЛ, передвижение ИГИЛ, нужно было создать, есть у меня на YouTube-канале об этом проекте информация, нужно было создать ситуацию, когда палестинцев можно было выдавить на территории Ярданина. То есть таким образом решался вообще палестинский вопрос, и вообще больше не было бы вот этого территориального или политического, так скажем, конфликта между израильтянами и палестинцами. Этот проект не сработал. Поэтому на данный момент Хамас управляется уже не американцами. Сейчас американцы пытаются халотично взять под контроль управление ситуацией. Визиты Блинкина, визиты Милли, визиты, кстати, Нуланд, говорят об одном. Они сейчас пытаются обуздать нарастающие планы войны, чтобы его сохранить и сохранить свою старую конструкцию управляемой войны в этом регионе, где только будут американские интересы превалировать. Почему? Вытолкнена оттуда Россия, России там нет. Вытолкнена Европа, потому что Хамас, оно задвинуло организацию освобождения Палестины. Сейчас она на Первом фронте. Поэтому, если сейчас американцы не в состоянии урегулировать конфликт, а я думаю, что они не будут в состоянии, он будет повышаться взаимными человеческими жертвами. Большое количество убийств как израильтян, так и арабов, гражданских людей, это специальная информационная подготовка к глобальному противостоянию между исламским миром и еврейским миром. Он направлен на уничтожение государства Израиль. Что у нас дальше будет? Если американцы не смогут обуздать эту войну и к делу подключится второй уровень, это Хезболла, а это Иран, я могу вам сказать, что Хезболла, это официальная информация разведки Израиля, имеет 150 тысяч ракет, плюс 15 тысяч ракет дальнего действия. Это о чем говорит? Это о том, что города Израиля будут стираться с лица земли. Таким образом, мы с вами должны понять простую вещь. Эта война на втором этапе с подключением Сирии приведет к сухопутной операции через Сирию против Ирана. Эта война в дальнейшем будет разгораться противостоянию в исламском мире уничтожению фейл-стейт-государств небогатых, я имею в виду в политическом плане фейл-стейт, Дубай, Оман, Бахрейн, Катар, они будут исчезать. И появится новое геополитическое объединение. Нам с вами достаточно посмотреть о том, что Катар выдвинул ультиматум Европе, то есть Ватикану. Если вы не повлияете на Израиль и не остановите геноцид палестинского народа, сторонники государства Израиль говорят геноцид израильского народа, то есть идет взаимное обвинение вот этой ситуации и он просто прекратит поставку газа в Европу. То есть зимой вы будете мерзнуть. Поэтому сейчас эта война начинает сказываться не только на Востоке, но она начинает перекачиваться плавно и в Европу, и на американский континент. Следующим главным другим важным элементом того, что эта война приведет после разрушения или изменения границ, она начнет разрастаться к религиозной войне. И сейчас в это волей или неволей, хочешь или не хочешь, будет подключаться Россия, потому что несмотря на то, что Россия является многонациональным и многомешкомфессиональным государством, все-таки это православная страна, и она будет защищать интересы православия в регионе. Следующим фактором, который влияет на слабость израильтян, дело в том, что мировые, так скажем, мы их называем глобалистами, мировые лидеры еврейского происхождения всегда обращаются к израильтянам, которые создают или сохраняют государство, что оставьте эту землю, она нам не нужна, встраивайтесь в наши организации, и мы будем править миром, то есть не надо цепляться за землю, мир управляется технологиями, мир управляется новым контролем ресурсов и логистики, и это в основном еврейские продвинутые технологические компании, поэтому становитесь соучастниками управления мира, оставьте эту землю, поэтому я хочу сказать, что все, что вы сказали, это высокопрофессионально организованная операция Хамас, Иран помогал, но Иран не главный дирижерс, Россия будет помогать, но Россия не главный дирижерс, США участвует, но США не главный дирижерс, эту операцию могли провести только специалисты в военном плане высшего класса, обладающие специально технологической поддержкой, потому что выключить глаза и уши Израиля на 5 часов, это не каждому, так скажем, с руки, и, наверное, еще другой фактор, точно, что будут делать эти ребята, когда зашли в Израиль, они забрали пятерых полковников, двух генералов и их украли, то есть мы хотим сказать, что были конкретные задачи, и к этой операции они готовились не один год, как сейчас все говорят, больше, чем год, и это осталось достаточно большой секретности. По итогам этой войны, военная разведка Израиля, АНАМ, МОСАТ, ШАБАК, между ними начнутся расследования, это приведет к конфликтам, потом конфликт перерастет между структурами разведки и военными, и он закончится, конечно, проблемами или вопросами к политической элите Израиля, почему это допустили, поэтому мы с вами по ситуации в Ходжи Аллы и в Карабахе видели, что они пытаются или начали с большого уничтожения мирного населения, для того, чтобы обратно возможности примириться, сесть за стол у сторон не было, потому что теперь будет работать пропаганда. По итогу, если в принципе сейчас, вчера, завтра, евреи умный народ, я думаю, палестинцы, их братья семитли, это семитская группа народов, если они не решат спасти свою страну, своих близких и детей, не сядут за стол, стороны будут ослаблять и Палестину, и Израиль, и все больше и больше входить в конфликт, модерируя обоими частями в рамках своих национальных интересов, а не их. Я внимательно очень вас выслушал, и я вот думаю, что многие ожидали, как вы уже сказали, что Хезьболла подключится к этому процессу, подключится к этому процессу Иран. Мы сейчас увидим, извините, что я перешел к другому треку, мы с вами не общались после того, как Азербайджан восстановил свою территорию с полостью и суверенитет. Сейчас уже вопрос идет о том, мы видим, что российские миротворцы сворачивают свои разные посты, с которыми они патрулировали, и Азербайджан сейчас идет политику того, чтобы армяне, которые выехали, вернулись, приняли гражданство и проживали, и чтобы был подписан мирный договор. Но мы видим, как видим, что мирный договор опять увиливает в сторону Пашинян. Но самое что касается Ирана, что бы я хотел сказать, так как Армения брекается, договорились строить вот эту ветку, которая будет как бы выполнять роль Зангизурского коридора через территорию Ирана. Естественно, Азербайджан не отказывается от того, чтобы и вторая ветка севера не было. Но вот это то, что Иран с Азербайджаном будут сейчас естественно Россия как бы заинтересованы. Может ли это сказать, что Иран более будет как бы терпимее относиться к Азербайджану? Знаете, здесь дело в том, что ситуация по нашему региону, она напрямую связана с ситуацией, которая происходит сейчас между Израилем и Палестиной. Дело в том, что в Азербайджане, к сожалению, общество разделилось на разные группы, я имею в виду, и в принципе у людей есть самое правильное, благоприятное понимание, что когда нам было тяжело, я имею в виду, Карабахскую войну, Израиль и Турция оказывали содействие Азербайджану. Конечно, это было не бесплатно, но в любом случае это была политическая воля предоставления вооружения раз, и второе вооружение высшего класса, то есть технологическом плане высокого уровня. Но мы с вами должны понимать одну вещь, что азербайджанское государство защищает свою территориальную целостность на дипломатическом попрессе и международных совещаниях и конференциях исходит из базового элемента, верховенства национального закона или решение международного права по конкретной проблематике является для нас приоритетом. И в данном случае, мы если видим по ситуации между Палестиной и Израилем, азербайджанское правительство в разных международных организациях всегда выступало и поддерживает те решения организации объединенных наций, и в том числе по вопросу Палестины, то есть соглашение 76-го, граница 76-го года, независимый статус города Иерусалима. Ну и естественно общественность своей симпатии она в принципе условно говоря отдает Израилю. Почему у нас произошло вот такое сближение с Ираном в этом вопросе? Дело в том, что есть еще глобальное такое, так скажем, противоречие национальных доктрин, есть арабский национализм и персидская так скажем политика. Все-таки азербайджанцы были длительное время, значит вот в этом миксере именно персидской культуры и были не на вторых ролях, а в принципе достаточно долго управляли нынешние территории Ирана, я имею ввиду в геополитическом плане, как правители этого государства. Таким образом миксер культур персидской политики он оказывает свое влияние в противостоянии тюркской персидской развития мышления арабскому. Это первое. Второе. Если в принципе Азербайджан восстановил свою территориальную целостность, а у нас два подписанта, это Армения, которая обязалась по итогам капитуляции проложить дорогу, а Россия обеспечит это, если Россия не в состоянии обеспечить, это второй вопрос, почему. Но России, если бы это нужно было, я убежден, что она могла это обеспечить, прокладку этой дороги. Ей это не нужно. Это очередной инструмент манипулирования Армении и Азербайджана для постоянного присутствия на Кавказе. Это первый вопрос. Мы выбиваем из рук России этот инструмент и прокладываем через Иран. Это первое. Часть вопроса. Вторая часть вопроса. Мы задаем вопрос иранской стороне, что сейчас Армения пытается создать без мирных соглашений с Турцией, без мирного соглашения с Азербайджаном, создать второй Израиль на Кавказе, пригласив сюда страны НАТО, то есть США и Францию, а это прямая граница с Ираном, а это военная угроза двум системам, двум режимам, которые на мировой арене или ведут прокси-войну, или ведут дипломатическую войну. Приход в Армению французских американских сил это прямая угроза национальной безопасности Ирана. Поэтому, когда начинается игра больших людей Ирана, России, Франции, потому что Россия отстаивает свои интересы, 102-ю военную базу, две другие базы, свои пограничные войска, которые по соглашению находятся на территории Армении, и Россия считает Армению своей федеральной единицей, хотя заявляет о том, что это суверенное государство. В данном случае вопрос, зачем Азербайджану находиться в этой бойне больших гигантов? Мы заинтересованы в создании азербайджанской или кавказской Швейцарии, мы заинтересованы или настроены на развитие коммуникации, развитие экономики и развитие сотрудничества. То есть на нынешнем этапе, если в принципе государство Иран в целях национальной безопасности, а национальная безопасность заключается в том, чтобы сохранить в целостной сохранности свой строй и свои границы, мы пробивая силой, пробивая значит дипломатическим нажимом становимся частью или России или Запада. Таким образом это будет антииранский фронт усиливаться. Это Ирану не нужно, поэтому она с большим удовольствием предоставит свою территорию, свои условия, чтобы мы проложили дорогу. Это раз. Увеличивается значимость Ирана, увеличиваются союзнические отношения Ирана как с Турцией, так и с Азербайджаном. Это самая главная глобальная часть. Что у нас будет дальше? Естественно Азербайджан на нынешнем этапе дипломатическими усилиями будет требовать двух вещей. Первое признание так скажем реалий на земле. То есть город Ханкенди скоро мы увидим водружение Азербайджанского флага верховным главнокомандующим находится под полным контролем Азербайджанского государства. реинтеграция лиц армянской национальности но граждан Азербайджана она покажет всему миру и регионы и мир о том что мы настроены в значит построении будущего не смотрим с оглядкой на историю на прежние ситуации потому что мир быстро меняется и нужно в этот мир интегрироваться с новой моделью а не старыми значит конструкциями. Ну и конечно самое главное что вот в этом Зангизурском коридоре которым я убежден он будет мы с вами увидим что будут две дороги они нам дадут возможность через Иран и через Армению они нам дадут возможность повысить свою политическую значимость и субъектность как в региональной политике так и в мировой потому что те большие объемы грузов транспортные грузы которые будут выходить из Китая в Европу и наоборот ввиду войны на Востоке когда проект Индия Израиль он практически сейчас не реализуемый а возможно и будет обрушен то остается единственная дорога и стратегическая дорога Казахстан Азербайджан Турция Европа поэтому чем больше у нас будет дорог чем больше у нас будет логистики тем больше будет кооперации сотрудничества повышение политической значимости ну и естественно отчисление бюджет а деньги это развитие я бы хотел здесь добавить мы видим что последнее время после того как пограничный пропускной пункт установили 23 апреля начались новые контакты между дипломатами и представителями разных ведомств Азербайджана и Ирана Иран в принципе опасался того что вот когда если Зангизурский коридор будет проложен они потеряют выход к Черному морю но я думаю что азербайджанские дипломаты уверены что в этом ничего нет не направлено против национальных интересов Ирана так как действия Зангизурский коридора при желании Азербайджан мог бы перекрыть по границе Армении с Грузией вот этот выход в этот самый как его Ирана к морю Черного поэтому они убедились что Зангизурский коридор это вовсе не направлено против национальных экономических интересов Тегеран Я дополню вашему значит предложению еще два слова то есть в принципе то что мы сейчас требуем возврата наших деревень в Туузе и в Нахичеване так вот контроль этих двух деревень или значит административных единиц то что у Нахичевана Керки оно будет контролировать весь Зангизур потому что другой сухопутной границы из Ельвана в Зангизур нету а другая граница которая в Тугузской зоне проходит установление пограничного пункта это автоматически перевезает дорогу как Армении так и Ирану на Грузию для этого не нужно брать весь Зангизур под контроль мы сейчас законным международным правом легальным путем будем шаг за шагом восстанавливать свой суверенитет и на этих так скажем территориях восстановление этих территорий автоматически в Керки и Нахичеван приведет к созданию каменного мешка для Зангизура а установление нашего пограничного поста что в УЗИ приведет к тому что у Еревана дорога будет проходить на Грузию через наш пост и у армии и у Ирана таким образом выстраивать большую глобальную геополитическую комбинацию нет необходимости нужно создать условия когда Груша сама поспеет и тебе в руки падет не надо ее неспелой вырывать с дерева я думаю еще что Зангизурский коридор через территорию Армении в этом в большей степени заинтересована Россия потому что через территорию Ирана там иранские пограничники а через территорию Армении российские поэтому это больше в интересах России нет нет российские российские если бы интересы были значит дорогой Россинбе они были бы давно тем более нужно учитывать что заявление Пашиняна последние 2-3 дня он славится тем что каждый полчаса меняет свое мнение но в любом случае оперемся на одно из его заявлений где он говорит что я готов открыть Зангизурский коридор но при условии что по значит соглашению 9-10 ноября там не будут стоять российские пограничники или российские войска контроль границ и таможенный контроль будут остаться значит республикой Армении но учитывая соглашение между Россией и Арменией где все ее границы должны охраняться Российской Федерацией это приводит к внутреннему конфликту то есть конфликту в внутреннем взаимоотношении Армения Россия но ни в коем случае с нами для нас не принципиально Россия стоит там или Армения так что если бы Россия это нужно было она бы давно а не 3-4 года этого так скажем играла в ламбагу она бы давно это все сделала один вывод или у нее нет возможности тогда ей приходится придется уйти с Кавказа или у нее нет желания в обоих случаях позиция России проигрышная я думаю что если пойти по цепочке или по географии поезд идет с запада на восток у Ирана в принципе соседствующая страна еще такая значительная значимая Афганистан проигрышная Большой Афганистан и сегодня еще говорят о том что Иран был заинтересован в том чтобы все смешать в одну корзину значит война Украина Россия Армения Азербайджан и на Ближнем Востоке но еще вот сейчас все чаще говорят что под текстом того что происходит на Ближнем Востоке если там будет региональная такая большая война Китай может под шулок свои вопросы с Тайванем решать вообще в принципе то что вы сейчас озвучиваете это рассматривается комбинация и поэтому начался информационный вброс в средства массовой информации Соединенных Штатов Америки что они готовятся к испытанию ядерного оружия то есть это не просто месседж второе они отправили свой военный корабль к берегам Южной Кореи чтобы через Северную Корею Китай не оказывал давление на стратегического союзника США в этом регионе кстати имеющий такой же статус как Израиль и последнее они отправили значит определенные виды вооружения и даже в качестве помощи Тайваню они его усиливают и я думаю что сейчас на данном этапе под шумок Китай этого не сделает они сейчас находятся между с американцами в статусе согласования своих экономических воин и мы знаем что в ноябре будет в Америке проходить значит совещание государств Азиатско-Тихоокеанского региона и к этому времени и американцы и китайцы подготовили создали две комиссии финансовую комиссию и комиссию экономическую чтобы сгладить острые углы между ними то есть они готовятся к начальному базисному формированию раздела мира или перераспределения ресурсов мира что касается Афганистана то Иран на прошлой неделе согласовал очень долго длищий длищийся значит проект строительства железной дороги из Ирана в Афганистан но учитывая по той дороге которая уже по-моему превратилась в столетнюю историю значит Астара-Баку или Астара-Астара иранская Астара которую они все-таки никак не могут строить и одними обещаниями кормят я не знаю что будет но то что Иран активно проекцирует активно хочет развивать логистику это правда они заключили договор с Ираком два месяца назад о строительстве железной дороги Иран-Кербала поэтому активная агрессивная внешняя политика в сфере логистики Ирана или заявления в этом направлении они развиваются не для того чтобы Иран стал частью глобальной системы а Иран принимает все условия для того чтобы выжить в том состоянии эмбарго который он находится здесь нам с вами нужно учитывать то что в Афганистане живут хазарейцы это персоязычный народ и который в принципе в войнах Ирана прокси-войнах в Сирии или на других территориях по-моему они существуют под названием организация фатмию но здесь нужно понимать что Афганистан сейчас на данный момент управляется белуджами которых называют потерянным коленом иудеев или иудеями принявшие ислам и Америка уходя из Афганистана она не ушла из Афганистана она ушла чтобы там остаться поэтому организация Талибан она сейчас формирует новую модель для государств Центральной Азии она формирует новую систему управления для Афганистана это экспериментальный вариант возможного устройства государств юга или какой-то ее части например проекта Большой Афганистан или проекта Большая Центральная Азия но ни в коем случае это не будет распространяться на народы Кавказа или тюркоязычные народы что касается Центральной Азии к сожалению близость географии и определенная взаимопроникаемая культурная значит и социальная форма интеграции историческая то она может подвести тюркоязычные народы Центральной Азии если они не будут принимать адекватные меры в реформах своей страны в обеспечении своей безопасности встраивание в глобальный проект Большая Центральная Азия это не проект Большой Афганистан поэтому мы с вами должны понимать что следующим этапом после фитиля зажженного на Ближнем Востоке фитилем подожженным будет Центральная Азия где страны Запада фактически поставили ультиматум странам Центральной Азии о выборе их политического курса почему я об этом говорю мы мы должны с вами понять что была первая встреча а 16-17 в Пекине будет по-моему вторая или третья встреча глав государств один пояс один путь есть проект Центральная Азия Пекин то есть 5 плюс 1 есть проект американский проект 5 плюс 1 и есть европейский 5 плюс 1 то есть сейчас начинается еще одна большая война за Центральную Азию где Америка и Европа требуют дистанцироваться от России и от Пекина поэтому я думаю что экономические льготы которые готовы Европу предоставить Центральной Азии военные и политические льготы которые готовы США предоставить Центральной Азии требуют от них курса на Запад на Европу но экономическая близость так скажем наличие единых экономических взаимозависимых связей как с Россией так и с Китаем создает большую дилемму или проблему для определения этого выбора потому что и Россия и Китай находятся здесь рядом и мы имеем общие границы а Европа и Вашингтон находятся далеко поэтому время выбора оно подходит к концу то есть определение и по итогам мы с вами увидим что страны которые в состоянии предположим предложить вариант строительства нового государства как Азербайджан в данном случае я называю Узбекистан и господина Мирзиоева я называю новым Джорджем Вашингтоном Центральной Азии к сожалению этого не могу сказать о Казахстане а тем более в более худшем состоянии находящемся Киргизии потому что Киргизия сделала свой стратегический выбор это союз с Москвой Киргизия недавно утвердила создание единой системы противовоздушной обороны с Москвой то есть автоматически мы должны понимать что на Киргизию будет оказываться давление как с Европы так и с США следующий важный выбор стратегически важный выбор это Казахстан и вот выбора Казахстана зависит много для нас с вами потому что основные железные дороги сухопутные дороги один пояс один путь проходят через территорию Казахстана Казахстан в экономическом плане более богатый чем Узбекистан и он локомотив экономического центра жизни в Центральной Азии по официальным данным президента Казахстана сказанным в Германии официальный развед данным значит минеральные ресурсы или природные ресурсы Казахстана составляют 46 триллионов долларов вы представьте себе это то что открыто и есть это 46 триллионов долларов кто упустит этот кусок мяса это раз вы должны понимать что мир начинает борьбу также за ресурсы природно-серевые стратегические ресурсы и определенная часть стратегических ресурсов влияющие на мир и управление также находится в Казахстане поэтому я думаю что в этой войне или в этой борьбе Казахстан будет слабым изменом учитывая то что Узбекистан находится в окружении и у него нет прямой сухопутной дороги к Азербайджану или Туркмения или Казахстан поэтому стратегический выбор Центральной Азии проекта Большая Центральная Азия и Большой Афганистан для Азербайджана зависит от двух государств от Большого Государства Казахстан или стратегического Казахстан и естественно значит от Государства Туркмения где в Германии президент Туркменистана снова предложил немецким инвесторам вкладывать деньги в создание трубопроводов и экспорта туркменского газа через Азербайджан в Европу мы в начале долгого длительного пути пока они не определили свой политический курс никто им ни деньгами ни проектами и даже военно-политической крышей помогать не будет они все ждут ответа от глав государств Центральной Азии следующий после Израиля палестинского вопроса фитиль это Центральная Азия спасибо 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 родной очень такой анализ я всегда очень много мучусь слушаю вас спасибо я поражаюсь восстанавливать нашу историю культуру мир вашему дому а я с миром вас и принимаю спасибо спасибо Субтитры создавал DimaTorzok